В этом ролике говорилось о том, что цель организации изменилась. Это было на 38 секунды ролика, там было сказано цель школы, цель школы Галаат изменилась. На 46 секунды там было сказано цель школы. Цель школы укреплять организацию, где бы они ни служили. Вот в одной из прошлых речей я уже говорил о том, что строят строители сегодня в организации. Исайя, 41 глава, с 5 по 7 стих. В пятом стихе говорится, что острова увидели и испугались, задрожали края земли, они приблизились и пришли. Острова и края земли со всех наций люди приходят в организацию Иеговы. Это не организация объединенных наций. Почему? Потому что организация объединенных наций, она не собирает народы разных стран. Она собирает президентов некоторых стран. И они собираются там и решают там что-то свое. Какие-то свои у них вопросы есть. Но это не организация объединенных наций. Здесь говорится, каждый помогает своему ближнему и говорит своему брату. У президентов, собирающихся в организации объединенных наций, не настолько близкие отношения, чтобы они считали друг друга братьями и помогали и укрепляли друг друга. Они укрепляют каждой свою страну, каждой свою армию, потому что не доверяют друг другу. Это не организация объединенных наций. Здесь говорится о тех, кто считает друг друга ближними, братьями своими. Это организация свидетелей Иегова. Это они строят и укрепляют идола. И вот в этом, на этом выпускном, 137 класс, было сказано, объявлена цель школы. Вот она, укреплять идола. Организацию. Они, организация сегодня, она не собирает для Иеговы помазанников. Нет. Которые пошли бы на небо и царствовали. Организация сегодня собирает великое множество для себя. Они, можно сказать, остановили строительство небесной части организации. Помазанников в жертву Иегове не приносят, не призывают к служению на небе. Нету этого. Они, как бы, сказали, пусть Иегова сам ищет. Пусть сам себе собирает. Мы будем великое множество собирать. Поэтому Иегова и сказал в Иезекииле, 34-й слове, в 8-м стихе, пастыри не искали моих овец, но пасли самих себя, а моих овец не пасли. И в 11-м стихе, вот, я, я сам буду искать своих овец и позабочусь о них. Вот. Поэтому в Исайя, 41-й главе, 5-го по 7-й стих, говорится о том, что организация, которая собирает все нации, она строит идола. А с 8-го стиха Иегова говорит, ты же, Израиль, мой служитель, ты, Иаков, которого я избрал, потомство моего друга Авраама. То есть это совершенно другой народ. Он не имеет отношения к этой организации, не имеет отношения к помазаннике, они не могут быть в организации, в которой строят идола. Итак, в конце выпускного была речь, понаблюдайте за небесными птицами. И там говорили про гусей. Так вот, раз уж эти гуси стали впереди всех, то давайте за ними понаблюдаем. Вот, например, я, когда наблюдал за ними, я заметил, что у них, кроме обручальных колец на пальцах, есть еще украшения, перстни. И эти перстни не похожи на простую бижутерию. Так ярко блестят, сверкают, что кажется, что это очень дорогие украшения. Вопрос. Откуда деньги, если они получают скромную сумму, как нам писали в публикациях? Еще вопрос. Зачем украшение? Обручальное кольцо, понятно, это символ того, что человек состоит в браке. Но это украшение, дорогое перстень, это символ чего? Это символ достатка. А что про достаток написано в 1 Иоанна 2 главе 16 стихе? 1 Иоанна 2 глава 16 стих. Потому что все, что в мире, желание плоти, желание глаз и хвастовство своим достатком, не от Отца, а от этого мира. Вот символ чего? Символ достатка. Но зачем вы хвастаетесь своим достатком? Это не от Отца. Они могут оправдываться тем, что в прошлом у верных служителей были рабы, которые тоже были богато одеты. Например, у Авраама был раб, близкий, которому он доверял, которому верил свой весь дом. Ну и что? Вы, рабы, не Авраама. Вы утверждаете, что вы следуете за Христом. Так ведите себя так, как вел себя Христос. Вот подумайте, где Иисус мог взять деньги на такое украшение? У апостолов был при себе ящик для пожертвований. Но Иисус не мог взять оттуда деньги, чтобы купить себе такое украшение на палец. Не мог Иисус так сделать. А стал бы Иисус устраиваться на работу, мирскую, чтобы накопить деньги на такое украшение? Нет, конечно. Конечно же нет. Теперь вы. Вы на мирской работе не работаете. А откуда деньги? Остается ящик для пожертвований. Пример апостолов. Смотрите. Первое письмо Тимофея. Первое письмо Тимофея. Вторая глава, девятый стих. Апостол Павел. В письме Тимофею пишет. Подобным образом хочу, чтобы женщины украшали себя опрятной одеждой, со скромностью и здравомыслием, не всевозможными плетениями волос и золотом, или жемчугом, или очень дорогими нарядами. Всевозможные плетения волос – это не здравомыслие. Здравомыслия тут нет, потому что столько времени много тратить, чтобы наплести, а вечером плети, голову умыть и все испортить. Ну, дальше золото, жемчуг, очень дорогие наряды. Это не скромно. Почему не скромно? Потому что в то время многие продавали свое имущество, чтобы помогать нуждающимся. И разве апостолы могли носить дорогие украшения на пальцах, в то время как люди продавали свое имущество, чтобы помогать бедным? Луки. Третья глава. Третий стих. Прочитаю. Третья глава. Третий стих. Луки. Одиннадцатый стих. Извините. В ответ он говорил им, тот, у кого есть запасная нижняя одежда, пусть поделится с тем, у кого ее вообще нет. И тот, у кого есть пища, пусть поступит так же. Это говорил Иоанн Креститель. Вот такой дух царил в собраниях первого века. Как апостолы могли носить украшения дорогие на пальцах? Не могли они этого делать. Первая Петра, третья глава, третий стих. Первая Петра, третья глава, третий стих. Пусть вас украшает не что-то внешнее, плетение волос, золотые украшения или верхняя одежда. Апостол Петр тоже говорит. Дает понять, что он не хочет, чтобы люди носили украшения. Он показал, что пусть не будет у вас этих украшений. И если бы он сам носил украшения на пальце, разве он мог бы написать эти слова? Нет, не мог. Второе Коринфянам 6.3 Мы ни в чем не подаем повода для преткновения, чтобы в нашем служении не было изъяна. Собрание через апостола Павла передавали пожертвования нуждающимся братьям. Мог ли апостол Павел носить дорогое кольцо на пальце, принимая от братьев пожертвования, чтобы унести тем, у кого нет ничего? Ни апостол Павел, ни Петр, ни другие апостолы, ни сам Иисус Христос не могли носить дорогие украшения на пальцах. Поэтому вы рабы не Иисуса Христа. У вас другой господин. Еще была такая речь, она называлась «Будут ли тебя знать как человека, готового помочь тем, кто не занимает видного положения?» И там говорилось «Будешь ли ты плясать с рабынями?» Кстати, тот, кто произносил речь, тоже дорогое кольцо на пальцах, и сверкает так очень больше, чем у всех остальных. Вот. «Будешь ли ты плясать с рабынями?» И хотелось его спросить, а ты сам-то будешь плясать с рабынями? 21 июня 1918 года Рутерфорда и его близких товарищей приговорили к 20 годам лишения свободы по ложному обвинению в антигосударственном заговоре. Почему их выпустили? Потому что залог за них заплатили. У вас в Эритреи двое братьев уже 25 лет сидят в тюрьме. 25 лет. Вы что, до сих пор залог не могли найти? На дорогие украшения на пальчике нашли деньги, на переезд главного управления нашли деньги, а братьев выкупить денег не хватает, что ли? Вот вы сами-то будете ли плясать с рабынями? Обращаюсь к тем, кто хочет служить Иегове в духе и истине. Братья, Отец ищет вас. Братья, обратите внимание на то, что цель организации изменилась. Если цель изменить, то направление изменится. Иисус собирал людей для небесной части организации. 144 тысячи для царства Бога, чтобы пойти на небо. Сегодня в организации другая цель. И направление, конечно же, тоже. Обратите внимание, братья, что во главе организации стали гуси, совершенно не похожие ни на апостола, ни на Иисуса. И подумайте, братья, попутили вам с этими гусями? Матфея 4,19 Он сказал им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей. Иисус всех призывал следовать за Ним. И апостолы всех людей призывали следовать за Иисусом. Не за ними, не за апостолами. За Иисусом. Поэтому, братья, посмотрите внимательно, за кем вы идете. Следуйте точности за Христом. Самый лучший вам совет. Спасибо за внимание.